Эта история случилась в провинции. Ведь чувства между разнополыми лицами пронизывают словно вязальными спицами все территории и границы, не считаясь с пропиской конкретного лица. Он был телемастер из Череповца. Тихий, спокойный, никогда «Купцаца» не устраивал, хотя и выпивал венца, слегонца. Эта история выросла, вызрела, благодаря поломке в её телевизоре. Она в прямом смысле его к себе вызвала и говорит «Почините мне аппарат». А у него глаза горят по 100 ватт, и вылетели все предохранители. Он ей говорит «Понимаете ли, видите ли, здесь вам нужны электроразветвители, а также удлинители. Ваша розетка барахлит искрит. Возиться придётся часа два-три». А она говорит «Ах, как печально! Зато потом давайте мы выпьём чаю. Я вас, говорит, на чай приглашаю». У неё сервиз, салфетки и занавески. У него, чтобы остаться, есть повод веский. У неё комплекция пышная, королевская. Он рассматривал её чашки и блюдца, и не мог придумать повод вернуться. Ну, посидели. Всего хорошего. До свидания. А у него уже вертится мания. Он изнемогает от переживания. Он не может жить без её плюшек, ватрушек, на шторках рюшек и компота из грушек. Чтобы... простите. Чтобы вернуться, ему нужно иметь причину. Её телевизор сделать починку. Причину нужно иметь непременно, иначе это будет не слишком степенно, а может быть излишне откровенно. Короче, он испортил ей телеантенну. Посыпались жалобы. Одна, другой сильней. Но он, в первую очередь, именно к ней в дверь позвонил. «Это телемастер. Да, снова я. Давно не виделись. Здрасте. А какие у вас к чаю сегодня сласти?» Он делал вид, что возился с ремонтом. Она подносила компотик с тортом. И снова ушёл. И снова скучает. Что делать? Идёт и антенну ломает. Три раза в апреле и шесть раз в мае. Кто там? Это я. Вы опять вызывали. Я к чаю накрою сегодня в зале? Да. С вашим любимым чайным сервизом. Ах да, не забудьте починить телевизор. Однако случилось непредвиденное. В Череповце провели кабельное телевидение. И теперь её телевизор показывает красиво, несмотря на антенну и его усилия. Непредвиденной силой его оторвало от идиллии рукой у судьбы неуклюжею. Но он не сложил оружие. Он позабыл о телевизионной технике и переквалифицировался в сантехнике. В борьбе за отношения и свободу он регулярно отключает ей воду. Звонит к ней в дверь и сразу сходу идёт на кухню пить чай. А она невзначай дотронется до его плеча. Он чувствует в этом месте приятное жжение. Потому что любовь означает служение. Спасибо. Продолжение следует...